на раз-два-три-четыре показывают то есть вот эти техники используют для себя и тогда форма ката разложить подвижение как учивком используют позволяет спортсмену корректировать им что-то в технике то есть руку не заваливая взял метод с формы ката и сделал идеальную форму положения ката позволяет как меч увеличится скорость проверьте скорость увеличить должно быть снизится и даже затраты идея потому что и как он просто не просто просто можно сделать вот как у вас идея была даже демонстрировали форма ката броска не верить форма ката броска с передвижением помните 2003 году техника заведения накреста забегаете просто формировать есть пошло церковое делать пока это не просто так можно такую верну обратить например я как вижу пока идеально помечтаю вот сидите комиссия так значит так делать значит отталкивать заведение на сверху грубо говоря сброс вход в отхват выход бросок через пилу и вот как бы высшая форма ката идеальная форма вы знаете задание вот написано не просто прошел бросил а вот так интересно будет и тогда вот медали будут уже посылок высокоточный и дорогая ресурс будет удачи это спорте будет хорошо через старых школы то есть я считаю что школа это должно быть первый необходимый этап будущей спортивной подготовки кому надо тот или спорта кому не надо тот занимается дзюдо любит и продолжает ката кстати является еще средством медитации кудо почему например не стал каратарь потому что либрая форма ката сейчас это кудо это просто форма методика поэтому кудо а когда они были дайдо джуку у них там бы ката были? у них ката начали были кудо значит я прочитаю о том же как бы очень часто у начинающего тренера возникает вопрос с чего начать что делать чтобы ученики стали чемпионами а еще лучше мастерами казалось бы все просто борись и будь сильным и ты ставишь чемпионом но опыт показывает что сила далеко не самое самое главное результат на соревнованиях высокого уровня хорошие природные данные перестают быть ключевым фактором и поэтому спортсмены дошедшие до этого этапа все обладают отличными физическими показателями на таких соревнованиях кроме силы и переднего плана входит техническая психологическая подготовка то есть школа тогда возникает вопрос что такое школа чем она отличается от спортивной секции школа это не просто набор методий и пусть очень эффективных а нечто больше если наиболее упрощенно школа это стилевая подготовка органическая связана с внутренним традициям стилевая подготовка понимается как все множество приемов технических действий собранных органическими действиями является основой всей физической подготовки и основа всей физической подготовки каждой хорошей школы является стилевая подготовка и каждый и любой чемпион эффективный три а тем более мастер осознанно чаще всего не осознанно владеет ее опыт общения с тренерами которым есть чемпионы мира олимпийских игр так или иначе он как бы школу владеет то есть стилевая подготовка не чаще всего не осознанная то есть стилевая подготовка это что это единая энергия которая пропитывает все движения то есть ключевые упражнения так даже что он такой это традиции то есть система подготовки ритуалов форму ученики когда и все это огромное множество то что вызвать психологических подготовки и все это стилевая подготовка и и психологическое организм взаимосвязано и вытекает одно из другого школа это целостная система обучения где физическое психологическое и эстетическое составляющим гармоничных при себе друг друга школа наброска это прежде всего системы как каждая система она была качеством целостности то есть не сводилась свойств системы составляющих элементов а также обладает зависимость каждого его элемента его свойства от местной функции внутри целого целостная система и упаде любого элемента пусть моряк казалось бесполезного это разрешение всей системы поэтому не понимаем и поскольку никогда не поймем потому что мы хотим взять самое лучшее а любой поклон я тоже показывал в дзюдо правильный поклон и является технической подготовки является элементом технической подготовки правильной жизни а мы не учим его этого если школе передаются методики и традиции то эта школа будет жить иначе эта школа а там внутри я тренер ушел и нет для того чтобы у школы было будущее необходимо эти хорошо проработать программы обучения конечно и невозможно перед прописать все множество нюансов и очень важных влачах она может стать основой школы а правильно испытывать понимающие преданные ученики продолжат родиться школу к сожалению мы видим что современность чаще всего это просто спортивная система лишь потом испытательная но современная развитие изменился дети ставят другие и родители чаще ведут не туда где нужен спортивный результат а туда где воспитывают и правильно построена школа то есть построена на школе подведет детей кому нужно кому нужно сейчас предупреждать хорошего спортивного результата на первый этап выступает воспитательная функция то есть опять школа кроме того стилевая подготовка которая является основой каждый хорошая школа она позволит решить основную проблему как выучить все огромное количество технических действий чудо и как совместить с минимальным количеством хорошо отработанного чтобы получить хороший результат школа стилевая подготовка и школа позволяет эти решения поэтому как школа как система физико-визико-визико-воспитания должна стать первым и важным этапом спортивной подготовки будущих чемпионов снова повторюсь спорт это самая достижение и что больше всего это просто физика это еще мастерство оно без школы невозможно и неважно понимаем вы это или нет кроме того школа позволяет привлечь в виду много больших людей для которых спортивный результат не является целью им нравится само деду и пусть как путь самосовершенствование либо бы могут и должны стать основой для будущих мастеров и чемпионов школа как от слова дзюдо окрасит более яркой краски само дзюдо поможет все больше выразить распространению всех стилевая подготовка стилевая подготовка к она позволяет идеальную форму выроспожить позволяет выставить правильную мысль и будет течь потому что у нас заболит зуб а чем было давай а зубе евгений а вот можно ты сказал выдергивать школа это некий такой вот уже организм да и каждое выдергивание какого-то органа все разрушает разрушает по сути вот то что говорил роман михалов на систему как когда канзи до была выстроена ката рандори шай то есть получается это школа невозможно убрать рандори и оставить только катор и шай и чтобы был мастер получился невозможно что-то как бы вычинить оттуда и все по сути это в каждой школе заново есть свой ритуал который является не просто ритуал тактик поклонился как вы пришли вот были выкинули все и учить свой поклон свой поклон пока я буду все противостоять это слов слова но так сильно это все делается как сильно как убили сесть как правильно сесть в каждой школе свой поклон вот это все если мы сделаем изначально как начальной школы обучили всех как японцы как влезет тренера берега японцы во всех школах а то что есть вот это называется школа а у нас тренер я возьму самолучшее дело и в итоге чем мы хотим делать у нас сейчас скажу психика вот так спортсмен а вот вопрос такой вот было допустим такое понятие советская школа тюзок советская школа смысл и таком полаге статья была вот я в рамках проекта 55 лет рейтинга задал вопрос вы знаете да что в шестьдесят четвертом году поехал четыре участника все четыре вернулись медали наивысшее достижение стопроцентный результат может я задал вопрос это результат школы самбо или или для какой-то другой результат то есть ну эффект что что до школа сам было ли она школа самбо думаю что и совсем так по-другому стоит если судить историю то у нас сам лист оттуда взялись они откуда-то взялись из другого вида из вольной борьбы я думаю что у нас эффект дало то что у нас в стране японское бюджет сейчас не трогаем когда сделали олимпийским нам нужно было туда кого-то делегировать в это время самбо уже да уже развивалась активно но у нас не в том дело что сам были ли сам у нас технологии подготовки борцов они уже были древние при школы были нет школа борьбы у нас было все на подруге сети там не ван заикин подготовка спортсменов борцов на два хорошие очень классно поэтому просто появилась самбо да новые приемы ну там скажем из дюдо что-то там ащерков там пришло обросло нашим что-то там нашими технологиями появился бы некий продукт самбо там до новый и все эти самбисты себя нормально проявили но они подготовлены были классно то есть они физически там тактически там вынос то есть была хорошая все прочее немножко приемы чуть не такие как японские свои там да все грузины тогда они же там самобытые свои чудообы они там все с детства борются вот там школа чудообы это школа там все есть свои традиции поэтому я думаю что у нас не школа советская а набор неких школ грузинская школа там другая какая-то там да и вот у нас есть челябинская курская там ну курская кстати майкоп там да это были какие-то школы свои своих духов советов они в одну кучу свалились и у нас при при том что у нас технологии борьбы борьбы были хорошие всегда ну этих карикаринский сейчас когда французская борьба об этом да вольно-американская сам еще называлась вольной борьбой на тот момент я уже назывался сам простой пример а владелец рассказывал о жизни коле перед тренировкой он делал специальные упражнения курганской школе были то есть была школа специальных упражнений там была школа специально пришел когда они приехали звезда а кстати без приехал распорядился в россии сюда ссср посмотрел когда 3 рассчитывая живо увидел нас раз прекратил то есть это были свои цели под игре тарифного упражнения это как бы которая является основой всей бросковой техники как тоже в кургане чемпион что делал каждый я просто товарищ тренировался в школе медицины рядом тренировались каждый день капал каждый месяц капал колесо ткабаза и ломал тысячу раз и вот на фоне этого специального упражнения делала все морские потом да вот как бы вот школа выбор бетоника кстати вот кто-то если статистику брать трейеры первосадьбисты кто-нибудь сегодня вот у нас по крайней откуда же процесс вышли все большие вольники на структуру школы она скелет школы какие имеют первый так стилевая подготовка дети приходят за тем чтобы физика и ничего не бескишь бесполезно стиль который до выработать мастер учителя учитель или школа в которой куча как вот организация как бы единых единомышленников до основы селевой подготовки является и поясная система прежде всего поясная почему резонансов норматива не позволяет экзамен которые будут они позволяют удерживать на рамке школы потому что то есть нормативы ты должен карту делать вот так они вот так вот это позволяет не изобретать удерживать энергию школу потому что просто приводишь покажет классно упражнение сама все все получается все выходит все разрушается шикарная система сама шикарно все но энергия несовместимы как плюс-минус они тут работают тут работают но туда не сместились они сломают кучу они строительства разные как я колено себе развел все просто сейчас у меня травма колено все просто потому что я работал в трех систем разного 3 везде все классно в один показал делу праздник потом вспомнил сабо как вы там делали как надо показывать делать и в третий день прогулок шутистки пока тоже вас ферр организм как я считаю болезни тоже что они должны вот раз в разных системах кушаем вот так спину в этой системе ну когда чистота есть она например стиль позволяет создать чистоту и как совмещаешь системы вот если дюдом брать например подготовку силевой подготовки в стиль тогда она является оздоровительным а молодежи когда он спортивная система должна быть обязательно потому что молодежь ничего не объяснишь когда и карьеру заканчиваем и должны возвращать систему форму ката и тогда они начинают из стилевой системы форму ката потом приходит туда потом обратно возвращает на протяжении получается вся жизнь у нас до путь потому что он не может быть если нет школы да нет нет ты понимаешь что просто сильно потом ты вышел из системы спортивных ты больной человек чем куда стремится дальше если вы приобретете высший результат что-то устал чемпион медальку повесил а дальше что дальше что а школа бесконечность развития и остановить людей потому что как он законы физики систем при протягивании она приходит свое телем состоянии из тебя идеально бросают идеально падаешь короче не сильно так вот софи силу как бы такого убить а вот так ты встаешь у тебя еще оздоровление идет а идеальная форму кату как вот сделала как все движение потоки энергии идеально хочешь не ходит и ходе устанавливаться в спорте арманы и режима и до вот это все нет соответствовало ресурсов забивает это все все спортсмены где дорогу просто в спорт высшей заряженной достижениях а я например где открывать поддерживали дальше поддержите форме себя поддерживать а для этого школа может существовать а ну конечно школа может существовать без как вот и говорил ушел мастер нет мастер школа развалиться или она все таки если правильно созданная школа на месте и правильно школа будет существовать и подсвала показать когда кашу другу шоу этого давали же есть вокруг глядись вокруг они есть конечно существует а как сказать вот например почему от борьба как у нас таки а вот давайте возьмем я хочу привести нового то что вот вы сказали школу допустим там курская школа майкопская школа почему вроде бы были школы да и должны были вроде показывать результат продолжать все-таки были достижения достаточно большие смартинга почему они исчезли за лично содержать значит не было выстроены школы я хочу маленькое замечание просто что я в статью просто не видел вот когда мы сейчас говорим о чем то у нас немножко разные понятия то есть понедельный аппарат выставить как бы школа что такое школа что такое то есть мы говорим ваше понимание школа это одно а когда курская челябинская школа я вижу что другое подразумевается ну это слово школа используется просто потому что ну типа несколько челябинский стиль там майковский а просто в школу было но там комплект все там было и я сказал школа одного тренера ну тут школа одного тренера потом после него допустим как правило после у нас после сильных личностей начинаются распри вот это же возьмите к столу там да вот это бурдиков был все там вроде боролись бурдиков стал стареть еще при его жизни уже начались слоки судебные тяжбы между бараном там есть и они начали между собой уже делить эту академию самбо там какие то ну уходит вожак остальные все бьют за место вожака это принцип стаи но к сожалению в жизни у нас это есть и от него никого не денешься если это как бы природа вот поэтому там начинают сразу распри за этот трон и там вот тот же самый допустим коблев был коблеву не стал там сразу претенденты там каким образом тогда сохранилась папа я одно и емешь другое там они сейчас каждый сам по себе там сам таки не знаю я не могла это вопрос ответить просто даже курской школы говорят о скрыпов скрыпов вообще был далек от этого изначально от борьбы туда приехал специалист из майкова вот он скажем привнес туда майковский стиль в курск а как организатор скрыпов это что собрал и и челябинский юсупов там да ханис михалыч сарского небеса он тоже там взял разные права и свои руки всем всеми там рулил челябинск был сильный что сейчас челябинске ну там миллер конечно там много чего сделал но они в основном за счет того что людей привлекали варягов и так далее то есть другой стиль пошел вот те которые свои самобытные были вот поэтому думаю что там как бы вот это пойти на обратную хорошо бы еще знать у нас еще просто вот эти все позиции школы там или стиле они привязаны к нашему социально-экономическому развитию да то есть жили мы в советском союзе было одно стали жить другой россии стало другое поэтому вот у нас традиции таких вот скажем как у японцев которые у нас нет вековые у нас как бы они то есть то родни то другие то революция то контрреволюция и у нас все время какие-то такие вот катаклизмы то есть мы либо воюем либо там у нас какие-то эти идут а у них традиции что-то у нас традиции строить очень трудно потом значит были старославянские государства потом пришло православие да и вот тут тоже проблема это то есть глубоко копнуть а про школу мы как-то трудно даже я не говори про что-то мячик называть когда мы показывали видео снимали показывали наши тренеры сидели пока демонстрировали я брал мальчишек стыканой который ничего не бросали помнишь качели там еще мячик показатель упражнения вот они сидели так вот кто с ним боролся даже и говорят о Холи Ажегин вы не думаете кто-то взял а это что делать нужно просто вышли ключевые упражнения как у чхонья японцев есть у них вот это является чхонья является упражнением вот оно вокруг него строится ката и все остальное вышли вот эти упражнения вот например у Жигинок у него было свое упражнение вот у нее в Курганской школе на фоне этого упражнения забыли это упражнение мы будем бороться много и все на самом деле тайны ведь не приемами являются а подготовительные упражнения вот вокруг вот этих ключевых упражнений например дзюдо непонятно если ты не умеешь работать с мячом Без шансов. Если ты на коленях не умеешь ходить правильно, постановка разворот таза определяла, как мы были, наверное, в 2002 году, в Кустово, в Борне приехали, юношеская, она приехала сюда. Подходит на треер, главный по Японии, бедро показывает, надо развернуть таз. Нашкивает гривой, думать, он развернул таз. Он не понимает, что это такое. Зачем объяснять, что это такое? Ты сделал систему подготовительных упражнений. Ребенок не должен понять, он должен сделать. И когда он вырос, взрослый, я прошел вот эту школу, я потом только начинаю ему объяснять, для чего он это делал. В разминке мы как делаем? Например, Саша, я тебе говорю, мы ходим на колени. Почему? Ставится осанка прямая. Ты гормот не сможешь на колени ходить? Разворот таза идет. Как специально подготовленное упражнение. Можно в фоне этого создать комплекс всех бросков. Мы там кувырки делаем. Ну, я все шкуры к этому удара делал, чтобы детям нужно под камер делал. Введу броски сюда сделал, под лимитационные шеи. Но цель-то одна, ходить на колени. Потом, если, например, комплексы бактериевых упражнений с бакеном, Саша, я показывал, ты делаешь определенно правильно делаешь. Рука сама с кимоной в чекове делая. Не ты делаю, я. А там, ты делай так в кимоно. Так смешно, видите, стряхивая халат в чекове современном. Я смотрю, смотрю, смотрю. При всем уважении. Просто нам сказали сделать в чекове. А зачем? Вы понимаете, что такое чекове на самом деле? Я говорю, ты нам просто взять в кимоно и показать. Саша, я показывал.